Я смотрю на ваши замечательные лица, глаза. Это очень важно писать. Своё выступление перед красноярцами Евгений Водолазкин начал с благодарности. Благодарности за тёплый приём и встречу писателя с читателями. В Красноярск автор приехал впервые. Цель его визита – лекция о городе, который является местом действия большинства романов автора – о Санкт-Петербурге. Первый раз, рассказывает Евгений Водолазкин, он побывал в северной столице в 11 лет, а уже в 22 туда переехал. Этот город захватывает всех, кто там родился, это понятно, но и тех, кто приезжает. И этот город выстраивает людей под себя. Трудно жить в конфликте с этим городом. Обычно, когда люди чувствуют этот конфликт, они уезжают. Но если уж они наполняются Петербургом, то они ему служат, признаются в любви. Так и Евгений Германович решил рассказать о Петербурге между историей и литературой. О том, как современный человек видит и читает символы города на Неве, и как персонажи из книг пересекаются с реальностью. Зрителей набрался целый зал. Среди пришедших были как недавно знакомые с творчеством писателя, так и те, кто с автором не один и не второй год. Первый роман «Лавр» где-то через какое-то время побежал, купил второй. «Авиатор. Покаяние человека». «Лавр» я считаю жертва приношения, а «Авиатор» – это покаяние человека. Ну и потом, после этого, тоже очень быстро прочитал, удивился вот этому удивительному сочетанию того времени и нынешнего времени. И все это как-то очень гармонично сошлось. Евгений Водолазкин приехал выступить в рамках «Лектория Палладиум». Это цикл встреч с выдающимися людьми. Организатор проекта – сообщество путешественников Лига странников. Его основатель Юрий Подопригора говорит, что писатель был первым, кого он вписал в список потенциальных гостей «Лектория». Два года длились попытки его пригласить. Кому только мы не обращались. В частности, к таким нашим уже добрым друзьям, которые выступали у нас. Например, Дмитрий Петров, Полиглот или Фекла Толстая. Пытались через них достучаться до Евгения Германовича, через издательство «Эксмо», через Михаила Кожухова. То есть, через каких-то интересных там вип-персон в политике. Ну, в общем, как только ни пытались. Видимо, пришел час, мы им просто написали, он взял до этого видео. За пару дней Евгений Водолазкин успел не только рассказать о Питере, но и познакомиться с Красноярском. Писатель побывал на столбах, погулял по городу, говорить даже смог вдохновиться современной архитектурой. Сейчас проект «Лектория Палладиум» уходит на летние каникулы, а осенью горожан ждут новые творческие и образовательные встречи. Полина Михальчук, Сергей Кашин, Новости ТВК.